Занимайтесь планированием. Для того, чтобы успешно выполнять всю учебу, надо серьезно планировать свое время, чтобы отделить главное от второстепенного. В планировании могут помогать календари, ежедневники, компьютерные программы. Определить, что важно, что начинать делать первым, что делать вторым. Второй важный момент, я считаю, делать одно дело в одно время. То есть, концентрироваться на каком-то виде деятельности. Очень эффективным в нашем обучении бывает тот момент, когда мы концентрируемся на чем-то, скажем, на выполнении задания в течение 60 или 90 минут минимум. То есть, выделять для выполнения какого-то задания продолжительные промежутки времени. Конечно, если мы можем выделить полдня или день, еще лучше. Ну и пару таких практических советов я отдал студентам. Простых советов. Допустим, садитесь поближе к преподавателю. Вы будете лучше слышать, и у преподавателя сложится о вас хорошее впечатление. Выполняйте все задания сразу же. Как только вы получили задание, в тот же вечер его выполнили. Перечитывайте конспекты. В тот же день вы записали конспект, вы его перечитываете. Потом перед началом следующего урока по этой же теме вы снова его перечитываете. Подумайте о том, как, скажем, повысить свой уровень или опыт в конспектировании. Допустим, вы можете работать и развить какой-то скоропись. Как писать быстро. Или потратьте несколько месяцев на то, чтобы научиться печатать вслепую десятипальцевым методом. Вот вы потом будете пожинать плоды десятки лет и благословения. Ну, в написании работ следуйте инструкциям преподавателя. Всегда делайте копии. Это тоже очень важный момент. Были у меня ошибки в этом смысле. Ну, и еще один совет я дал бы, такой последний. Не переживайте из-за оценок сильно. Пройдет пять-семь лет и будет не так важно, получили ли вы четверку или пятерку по предмету. Поэтому ставьте реальные цели. Если вы даже не получили самую высокую оценку, может быть лучше, чтобы вы провели просто больше времени с женой или с семьей или потрудились в церкви. Потом будьте реалистами в своем обучении. Если у человека есть цель, он ее достигнет. Если он считает важным чтение, он будет читать. Но я, например, нахожу время часто в поездках. Для меня это одно из благословенных времени, когда куда-то уезжаешь или даже уезжаешь на день, на час. Вот поехал в поликлинику, сидишь в очереди, можно почитать книгу. Конечно, лучше для этого какие-то более продолжительные промежутки времени. Но я бы отметил, что важнее не то, сколько мы прочитаем. У нас нет такой цели прочитать все. Сейчас слишком много богословской литературы, хорошей литературы. Вот поэтому лучше прочитать меньше книг, но хорошо прочитать. Читать медленно, внимательно. Я, например, читаю всегда с карандашом. Я отмечаю какие-то особые моменты, которые меня впечатлили. Я записываю на листочке свои мысли. Затем, когда я прочитал книгу, я возвращаюсь к ней. Я опять перечитываю какие-то места, что-то я копирую, что-то я могу сканировать, что-то я могу оставить или внести в свой список планы, чтобы прочитать или просмотреть позже. Вот поэтому это очень важный момент. Читать немного, но медленно, внимательно и так серьезно. Ну и учитывая то, что у нас времени мало, все-таки хорошо советоваться перед тем, как читать, с опытными читателями. Стоит ли это читать? Стоит ли это читать? Нужно ли тратить на это время? Я думаю, студенты могут найти много времени, если откажутся от того, что не назидает. То есть есть много видов деятельности, на что мы тратим времени, нам это не нужно. Скажем, просмотр новостей по интернету, просмотр телевизора, чтение вот таких легковесных газет и журналов. Мы слишком много тратим на это времени. Если мы откажемся от такой ненужной деятельности, мы сэкономим очень много времени для хорошей литературы. Ну и что бы хотелось еще посоветовать, чтобы мы не забыли, потому что сейчас так много книг на любую тему по благсловию, интересные книги, полезные, чтобы мы не забывали читать Библию. Вот при всем том, что так много книг, чтобы у нас был приоритет. В первую очередь мы читаем Библию систематически, постоянно, молитвенно. Вот я бы хотел даже оставить совет, чтобы можно было о нас сказать, как когда-то Спержин сказал об Униане. Прочтите любое его произведение и вам покажется, что вы прочитали саму Библию. Он не может не говорить так, что сама сушность Библии исходит из него. И он продолжает укалить его где хотите, вы обнаружите, что его кровь библейская, сама сушность Библии течет из него. Вот хотелось бы, чтобы мы прежде всего насыщали себя Библией, чтобы вот наш кровопоток, вся наша сушность пропиталась Словом Божьим. Словом Библии Словом Библии Словом Библии